Добрый вечер! Вы слушаете, надеюсь, в постоянном режиме радиостанцию «Своё радио» и каждый будний вечер с понедельника по пятницу с 8 до 10 часов программа «Живые», в которую приходят живые люди, живые музыканты. Ну и очень мы живы с ними беседы беседуем и музыку их слушаем. Сразу хочу сделать маленькое объявление. С этой недели программа «Живые» будет выходить в эфир четырежды в неделю, исключая пятницу. Лето, сами понимаете, дачный сезон, и, в общем, мне кажется, что это совершенно справедливо для тех особенно, кто по пятницам, ну никак, и всё нервничают, люди рвут на себе волосы и кричат нам, да как же так, нам приходится уезжать в пятницу, копать огороды и грядки, а вы такие группы прекрасные зовёте в эфир. Мы пошли навстречу и решили, что, наверное, действительно правильно, пусть пятница остаётся у людей дачной. Сегодня группа необычная здесь, и коллектив уникальный, на мой взгляд, по всем своим параметрам. Знаете вы каждого из них, я так полагаю, лично, если следите за эфирами своего радио, за программой «Живые», здесь они вот как-то объединены одним общим порывом. Познакомлю вас, конечно же, с ними сразу, как только они сыграют своё первое произведение. Это в некотором смысле музыкальная заявка, наша традиция неизменна. Итак, как всегда, в программе «Живые» исключительно живой звук. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну, в общем, сегодня мы два часа в этой красоте времени проведём. Я думаю, что подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Очень обидно мне лично это понимать! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну, в общем, я пришел, она ушла еще через 8 лет. Но по личным причинам, там, в общем, и учеба, и музыкальные предпочтения, как бы всякое разное было. В общем, мы договорились пока вместе не играть. Очень мирно, как бы, мы разошлись. Но все равно вы называетесь «Вилончельный квартет». Да, «Квартет», потому что... Во-первых, у нас есть еще человек, который занимается электроникой, как минимум. А чего вы сегодня... Вот Григорий Михеев с его сольным проектом. Мы пытались его привезти с собой, но у него, к сожалению, тоже есть много проектов, и он занят сегодня. «Unlocked Door». Вот его... Сейчас они... У них недавно был концерт в «Артефаке» очень... Ну, авторская электронная музыка, умная, сложная. Вот, и он с нами тоже сотрудничает. И вот сделал нам чудесных совершенно аккомпанементов нам. Или мы ему что-то сложно сказать. То есть они в плейбеке слышны, и это, надо сказать, сразу сказать правду, что, естественно, присутствует плейбек, от этого никуда не деться, но плейбек сыгран специально под эти песни, так что все в порядке. Руслан Ильинов, мне понравилась его реакция. «Вау!» — пишет он. «Хмелевская!» — «Точно!» «Магеллановое облако!» «А я голову ломаю, где же я ее видел?» Ну, я же говорю, что музыкантов... Семенович. Как так произошло? Ну, изначально этот проект создавали я и Елена Коптьева, которой с нами на данный момент нет. И создавалось это просто, чтобы поиграть различную тяжелую и не тяжелую музыку на виолончелях. Мы тогда еще были совсем маленькие, и, в общем, так собирались на кухонке с друзьями, играли. Ну и, конечно же, были фоняты. Играли металлифу на виолочек. Да, естественно, да. Все с тобой началось. А потом мы увидели Лешу Орлова на концерте «Мельницы», и решили позвать его к нам. Какой мальчишка симпатичный. Да, решили, что очень хороший и красивый мальчик, и никак нельзя без него, да. Вот с ним гораздо приятнее будет играть. Мы позвали Лешу Орлова, а уже Леша Орлов позвал Наташу, ну, собственно, потому что Наташа играла в «Мельнице» до него, и, в общем, связи сохранились. Вот, теперь в этом составе я единственная осталась из начального, первоначального вида группы «Бесперчелос». То есть ты старушка? Ну, в данном, да. Старейшина, получается так. Как называлось первое ваше произведение? Это назывался «Второй сон Цинцинната». У нас есть целая программа с электроникой, состоящая из снов Цинцинната, которая там есть предыстория. Да, цикл. Есть роман Набокова «Приглашение на казнь», и там есть главный герой Цинциннат, который сидит в башне и ждёт своей смерти, казни. И у него нету даты. Даты этой нету. В общем, даты нет, поэтому цикл длинный. Да, цикл длинный, и поэтому сны ему снятся разнообразнейшие. Вот это был второй, кстати. Начали со второго сна, потому что первый совсем неприличный, я так понимаю. Нет, он приличный, но он лучше второй сразу. Когда-нибудь мы их издадим, это концептуальный альбом. У нас ещё не дописан сам цикл, на самом деле. Но вы сегодня нам покажете, я думаю, много разных ваших сторон. Я знаю, что вы играете потрясающие кавера. Если можно, было бы что-нибудь на каких-то известных тяжёлых музыках. А сейчас мы с самого известного начнём. Да? Да. Представлять будем? На всякий случай. Да что тут представлять? Мы просто начнём, и все всё сразу поймут. И все всё сразу поймут. Виолончельный рок-квартет «Веспер Челос» сегодня здесь, в программе «Живые». Я очень надеюсь на то, что вы получите удовольствие. Такое же, как и мы получаем удовольствие, слушая и глядя на этих замечательных музыкантов. Между прочим, с высочайшим музыкальным образованием и чувством музыки. Поехали? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Играет музыка «Живые» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В остальных случаях я сажусь за компьютер, открываю программку, нотный редактор и сижу, слушаю, пишу, думаю. Вон как. А мы с Наташей приходим и берём готовые нотки и ещё ругаемся, что что-то там где-то не клеится. И говорим, что Ира, как ты могла так плохо сделать? Да, потом проходит полчаса, мы играем, играем, играем. Оказывается, было гораздо круче так, как написано в нотах, а не так, как придумал Лёша Орлов, например. О, да, конечно, Лёша Орлов всё плохо придумал. Скажи, пожалуйста, ты с носочков своих пыталась сыграть то, что там написано? Нет, ещё не пыталась, они у меня новенькие такие, да. Просто я тут подсмотрел, у неё на носочках нотки, и мне интересно, если бы эти нотки как-то можно было бы сыграть, что за мелодию получила бы? Я боюсь, что вряд ли тут те, кто делали эти носочки, знали нотки. Разбираются в нотки, да. Скорее всего, вряд ли. Ну, нарисоваешь как-то похоже. Да, забыл вот что сказать, друзья мои, можно связываться, с нами связываться, можно что-то писать музыкантам, это, может быть, и вопросы могут быть, и эмоции, и впечатления. 46-47 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, потом уже всё, что хотели бы писать. Пишите, ждём. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио. Там анонс уже давно выложен. В анонсе название коллектива выделено синим, значит, активная ссылка, кликая на которую, оказывают в сообществе. Ну, и, понятное дело, масса чего написано. Я сейчас почитаю кое-что из групп ВКонтакте. Видеть можно всё, что в этой студии происходит. Для этого вам нужно войти на сайт своего радио, своерадио.фм. Там плеер, в плеере слева онлайн-аудио, это чтобы слушать. А справа онлайн-видео, это чтобы смотреть. Кликнули, и вот она вам, Планета.ру. Спасибо краудфайдинговой платформе Планета.ру за картиночку, которую они нам предоставляют. Там же чат есть, в котором тоже можно что-либо писать. Вот, Респорчелос, вы прекрасны. Смотрим с детьми, скрипачом и виолончелистом. Особая любовь и нежность наша Лёше Орлову. Мы его нереальные фанаты по мельнице. Марина Митрофанова написала. Привет, Марина. Да, и много очень действительно таких добрых, тёплых слов, прям сразу же практически. Значит, вот где-то тут, а вот, например, вот, например, тут прямым текстом человек пишет. Ну вот, что называется, как есть, так и есть. Ё просто, офигенно-то как. АБВГД. Мурашки-то бунами круть. Андрей Архипов подписался. Приходите на концерт, друзья. Да, сейчас поговорим. Да, уж весь мозг сломал. Узнать Металлику в таком исполнении очень сложно. Это Лекса написала. Максим Васильев, смотрю видео и думаю, как у девчонок их длинные волосы в струнах-то не запутываются. Я тоже всё смотрю и думаю. Я их периодически снимаю с колков, да. Да, я понимаю. А когда ты пальчиками прижимаешь струны, волосы не мешают? Мне очень приятно. Кому, волосам? Мне. Потом просто Ира делает резкое движение головой, и под крепко прижатыми пальцами остаются и звук-то. Длинные рыжие волосы. Главное, на звук-то не влияет, влияет только на... По сути дела, волосы — это тот же смычок, только на тени, правильно? Ну, можно. Ты могла бы играть и волосами. Наверное, можно было бы, да. Слушай, а прикольный ход. Да, слушай, а как бы рыжий смычок — это прикольно. Круто, пожалуйста. Да, круто. Значит, есть тот человек у нас, который настойчив, я думаю, он будет об этом спрашивать теперь периодически. Сергей Трифонов его зовут. Я примерно предполагаю, какой вы ответ дадите, потому что вопрос, ну, как мягко скажем, наивный очень. Он просит дать совет начинающим музыкантам, как им собраться вместе и музыку играть. Ну, он в каждом вопросе есть свой ответ. Надо собраться вместе и играть музыку. Ну, вот я так и знал. Просто. Я так и знал, что сейчас Орлов возьмет на себя право ответа. Нет, я готов, что... И опустит человека ниже плинтуса. Ну, дай уже нормальный ответ. Ну, вот как? Хорошо. Когда я начинал этим всем заниматься, я собрался и начал делать музыку. Открою маленький секрет. Так, и больше ты ничего не скажешь. Ты не скажешь, что надо быть целеустремленным музыкантом. Надо каждый день тренировать пальцы, уши, ноги, соседей, да, репетировать. Надо много работать. Нужно делать все возможное, чтобы те люди, которые с тобой вдруг решили поиграть, были не менее талантливыми. А, обычно же мы все талантливы. Чем ты сам или ты сама. Ну, чего ты не мог такого как-то разувесить и клюкву? Семен, я больше опыта в этом. Ну, если я отвечаю, я же не музыкант, ты же. Вот, я подписываюсь под каждым словом Семена, он сказал абсолютно верно. Значит, если что, Сергей, вы меня спросите, я расскажу, не отвлекайте музыкантов от их дела. 4647 — это короткий номер для СМС-квашек. Сначала свои, парабельщик, а дальше все, что хотели бы написать. Ммм, вкусненько, всегда нравились смычковые. А это, это кайф. Игорь Крутов, например, написал. Ребятки, тут вот есть один моментик, который мне тоже хотелось бы обсудить. Анатолий Михайлов — человек не чужой радиостанции. Это наш дизайнер. Ну, и кроме того, он в Молдове живет, и там организовывает периодически какие-то фестивали музыкальные разные. Вопрос для него важный. Судя по всему, в Молдове с этим сложнее. Потому что, мне кажется, в России проще сейчас уже на этот вопрос было бы ответить. Скажите, пожалуйста, а часто вас колют тем, что музыка без слов? Вот как реагируют? А то вот у нас как раз на днях выступал инструментальный коллектив. Так столько критики на них полилось. А где слова? Ну, что это за песня без текста и так далее? А мне это лично нравится. Ну, честно говоря, в российской действительности это и правда сложновато. Играть музыку без слов. Потому что русский человек очень любит именно лирику. И русскому человеку очень хочется слышать вот это вот «люблю», «не люблю», «ухожу», «не ухожу», «не ухожу», «прощай». Вот и все. Ты играешь и кричишь «люблю». Играешь дальше. «Не люблю». «Ухожу». «Ухожу». «Прихожу». «Леха, прощай». Вот. Привет. Возможно, мы к этому придем когда-нибудь. А Наташа на паузе. «Березки белые стояли». «Ухожу». Все. Вот тебе и лирика. Вот, наверное, вот в таком случае, скорее всего, мы бы спустя несколько лет собрали бы олимпийский. А пока мы... Пока вы репетируете текст. Пока, да. Я так понимаю. Ну, а мы и примем к сведению твой совет. Это очень правильно. Ну, что, в крайности... Знаешь, как выигрывают обычно те, кто кидаются в крайности? Вот есть одна крайность — это минимализм. И другая крайность — это максимализм, скажем, да? Когда всего кажется много-много-много. Вот середина никогда не выигрывает. Просто потому что она вроде как между тем и другим лагерем, она такая серенькая. Либо играть, что называется, на трех струнах, как на балалайке, делать это как архиповский, так, чтобы сшибать башню у всех. Либо действительно делать какие-то большие формы, вот как вы, например, это делаете. Ну, я хотел сказать, что вообще вот этот цикл снов, сначала он был чисто акустический. У нас была психоделическая дискотека, сыгранная на акустических как бы инструментах. Но это вообще не про канал. То есть народ, конечно, сказал, да, круто, но больше ничего не сказал. А стоило нам было ввести прямую бочку, и все сказали «Вау!». Вот что значит все-таки ударные инструменты. Так что через некоторое время у нас будет «Люблю, ухожу», «Березки», «Морковки». Ну, у нас периодически возникают идеи, точнее и у нас, и у наших коллег по цеху, которые поют, возникают идеи с нами спеть. Но пока мы стойко держимся и отказываемся от таких предложений, дабы не изменять себе и играть инструментальную музыку. Вообще есть идея, как бы через некоторое время, когда у нас будет достаточно каверов, друзей, мы созовем звездных вокалистов, штучек 10, и бахнем с ними концерт. С Хэтфилда начнете. Вот, вот, вот. И мы напишем первому. Ну, я думаю, он согласится. Обязательно. Ну, не знаю, может быть. Давайте дальше. Что это будет? Это будет четвертый сон «Цинцинната». Так. По счетным числам пошли второй, четвертый. Да, а кстати, потом еще восьмой будет. Так как шестого, по сути, нету, там есть как бы другие. Вот. Так что у нас сегодня по четным, а по нечетным рыбу ловить. А по нечетным с этой стороны не паркуйся, пожалуйста. Вот, да. Четвертый сон. Ну, вообще эти произведения немножко программные, у них есть как бы история, но об этом мы будем больше рассказывать не сегодня, а 16 июня, о чем поговорим попозже. Обязательно о концертах поговорим, само собой, и о том, что вас вообще ждет, и нас с вами. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня виолончельный рок-квартет «Весперчоуз». Поехали. Спасибо. 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 А шестой сон был посветлее немножко. Ну, я так понимаю, что там… Четвертый. А четвертый был? Извини. А, да. Четвертый, потом восьмой. Да, да, да. Четвертый. Извини. Кстати, у меня вопрос к тебе, Илюш. У тебя в музыкальном твоем училище-то, то есть нитки не гоняли за то, что смычок неправильно держишь? А я правильно держу. Ну ты же его как сигару держишь. Как-то палец запустил туда. О, да. У меня с постановкой все отлично. Нет, я к чему? Я не… Могу мастер-глаз дать? Секундочку. Иди сюда. Я же не о том. Я о том, что как раз и говорю, что часто бывает, когда люди, которые делают что-то не так, как принято, и не так, как, в общем, это дело, и как ставится, они становятся наиболее, что называется, выдающимися музыкантами. Ну, у меня много чего было как бы непросто. И, в общем, на электроволончель в училище и преподаватель знал Лев Борисович Евграфов «Сто лет ему здоровья». Вот. Спасибо большое. «Сто лет жизни лучше». Ну, да. Ну, всего, да. Здоровая жизнь, да. Так. Ну, через некоторое время все как-то попривыкли и, в общем, перестали коситься и сказали, ну, ладно, нашел свое, нашел. Молодец. Ну и клево. Ну и клево. Вот это здорово. Вот тут вот есть замечательная мысль от Максима Зверева. Добрый вечер всем своим живым. Очень люблю инструментальную музыку, особенно такую, погружающую в себя, как в теплую ванну. Из этой ванны долго не хочется вылезать. Послушал композицию «Тьма» и понял, что данный коллектив действует на меня именно так. Пожалуй, сегодня не буду ничего писать, просто буду получать удовольствие от эфира с уважением ко всем присутствующим. Ваши слушатели из города Дома Дедова. Спасибо. Максим Зверев. Что касаемо концертов, пора бы, наверное, об этом сейчас поговорить. Когда у вас концерты и где? Риша? Концерт группы «Весперчелос», «Велочельный рок-квартет» выступает 16 июня в клубе «16 тонн». Очень советую покупать билеты заранее, потому что пока что они стоят по 400 рублей. В день концерта будет дороже. 8 тысяч. Поэтому настоятельно рекомендую как-нибудь вечерком на этой недельке заехать выпить пиво в клуб «16 тонн» и заодно купить билетики на наш концерт. А заодно всем своим друзьям. Клуб «16 тонн» 16 июня в 8. 16 июня в клуб «16 тонн». В 9. В 9? Ну, они обычно в 9. В 9, да. Ну, пусть к 8, чтобы пиво успели выпить. Да, к 8 пиво, да. Концентрентальная музыка воспринимается значительно лучше, когда есть какие-то ускорители. Да, Юлия успела. О, слушала, вникала, пыталась распробовать четвертый сон, пока понравился больше всего. Как будто здесь звук погуще, в кавычках. Или как это назвать? Слушаю, думаю, хоть бы не закончили играть. Ну, тут немножко, да, другая манер исполнения. Поэтому, вот, я сказал, что четвертый сон как-то посветлее получился такой. По жизнерадостнее, что ли. Как бы произойти. «Привет всем своим, своя радио. Ну, что же вы делаете?» «Включил, думал, послушаю песню или две, и все. Опять я буду слушать до конца, я никуда не пойду. Музыка очень хорошая». Олег Скасырский. Вот что касаемо музыки. Вы-то играете действительно музыку. Очень часто бывает, что музыкальные коллективы, рок-коллективы, они поют песни. В общем, музыкой назвать, наверное, это бывает весьма сложно. Зато тексты, те самые, и про березки. Вон, включи наше радио, там полно таких, и про березки, и про любовь, там такую рвущую сердце, и так далее. Но музыкой назвать это бывает, наверное, сложно. Просто потому что, ну, просто потому что это сыграно на трех аккордах, и совершенно однозначно, в общем, назвать это тяжело чем-то выдающимся. Вы-то делаете умный музыкальный материал. Неужели у нас, я сейчас могу и хочу ошибиться, сильно хочу ошибиться, неужели у нас достаточно, хотел сказать много, достаточно в стране людей, готовых воспринимать эту музыку, приходящих на концерты и действительно получающих от этого истинное удовольствие? Об этом мы узнаем 16 июня. Да, но не насчет страны, а насчет Москвы. Ну, давай, да, давай хотя бы по Москве. Кстати, я могу сказать, что наше радио, по крайней мере ВКонтакте, активно пиарит наш концерт, за что ему спасибо большое. Есть и репосты, мы сняли сейчас несколько видео совершенно отличных, и мы очень надеемся, что они тоже возымеют свое действие. Вот, это очень приятно и важно. Им-то это зачем? А, я не знаю. Я думаю, что... Нет, ну, мы дружим, я попросила ребят, естественно, они не могли отказаться и запиарить наши видеоролики, конечно. Ну, это скорее через наш 2.0. Да, наш 2.0. А, это разные вещи, я просто... Это разные немного. Ну, как бы, чутка разные вещи. Честно, я не очень... Наши 2.0, это... Ну, долго объяснять, это в общем... Ну, не суть. Это да, немножко другое. По контакту идет достаточно сильная информационная поддержка, также всяческие ресурсы сторонние используются разные. Вот, ну... Ты вот, кстати, говоришь про лирику, а мы ведь все равно не смогли уйти от этого и сделали три кавера на наши рок-группы. Потому что, ну, вариантов-то не очень много. И играть наш рок тоже одно из важных течений. Угу. Кавер музыки именно. Кавер музыки. Именно кавера. Да, ну, мы сегодня сыграем один из этих треков, которые есть в видеороликах, это на группу Тураканы. А еще в интернете лежит трек на группу ДДТ и на Брейншторм. Угу. Хорошо. Я тут просто вдруг вспомнил, да, про инфоподдержку. Действительно, это такая очень мощная штука, на самом деле, инфоподдержка. Группа Афинаш, которая была у нас здесь, ну, совсем недавно, и плотную, очень мощную рекламную поддержку мы им оказали. Они сыграли в артефаке, по-моему. С абсолютным аншлагом очередь была от станции метро. И я понимаю, что пусть мы пока еще не такая мощная по количеству людей аудитории радиостанция, но нам хватает тех людей, которые идут на концерт, ломают там двери для того, чтобы посмотреть на интересующую группу. Успех мероприятия определяется за полностью площадки. Если в артефакт приходит очередь от, как бы, метро, это такой подозрительный успех. Ну, это, конечно, это победа, но мне жалко тех людей. Ну, понятно, что там они давились. А если в Олимпийский приходит как бы сто человек, это тоже провал, в общем. Ну, я понимаю. Нет, это не было провалом. Да, я об этом говорю, что это была победа, но, в общем, как бы можно было найти площадку и побольше. Можно, но они не знали, они не ожидали такого. Они не ожидали, что наша информационная поддержка окажет такую серьезную помощь. Просто вот, ну, не ожидали. В следующий раз, размещая рекламные ролики своих концертов у нас в эфире, на своем радио, они будут заказывать другую площадку побольше. Вот будет правильный ход. Ну, что же мы не размещаем свои ролики в вашем эфире? А вот почему? Вот я вот это, я супреком ведь это говорю все. Я же говорю супреком. Вы понимаете, вы смотрите на привычные бренды. Сейчас мы обсудим. Не надо этого обсуждать. Такой ролик мы сейчас ночью запишем быстренько. Не надо этого обсуждать уже. Я уже успел обидеть. Не надо этого всего обсуждать. Ну, Симеон, мы сейчас с тобой все обсуждали. Мы же не знали. Давайте дальше, ребят, что это будет? Что это будет? Это будет композиция под названием «Эксперимент». Это тоже кавер на нашего друга Макса Иванова и песни его «Эксперимент». Круто. То есть, получается, вы позволяете себе в некотором смысле делать музыку российских молодых, не молодых, не важно, классных музыкантов несколько более, что называется, симфонической в таком ключе, я понимаю. Ну, это один из самых старых треков именно среди наших каверов. Я тогда общалась с Максом, поэтому как-то это было сделано по дружбе, скорее всего. Угу. Вот. Ну, давайте. Хорошо. Мы с радостью и удовольствием, естественно, это послушаем. Что, Леша, ты мечешься? Все нормально? Да, все хорошо. Поехали. Просто некоторые техники. Четвертый участник коллектива что-то задремал, я понял. Техно-Ад. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня виолончельный рок-квартет «Весперчалус». Поехали. «Весперчалус» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 — Не так, чтобы сильно большой зал. Ладно уже. Ну вот, хорошо, слава богу. Я рад за вас, правда. — Спасибо. Честное слово. — Я артефакт, я не ругаю, мы там прекрасно играли, собственно, в 2000... Вот. — В первые декады этого века. — Да, у нас там, да, практически все наши концерты были именно в артефаке. — Ну вот чудесно. — Прекрасная площадка. — И очень хорошо, и очень хорошо. И очень хотелось бы, чтобы к вам пришли 16-го в 16 тонн. — Мы очень надеемся. — В 9 вечера, в начало концерта. Я думаю, что сейчас люди уже начинают для себя просчитывать, какие это дни недели там рядом находящиеся. Будет ли возможность и шанс приехать без машины, ну чтобы вот это не насухо. Вот. Будет ли там шанс какой-то еще? Ну, то есть считайте, 16-е июня, это у нас, если я сейчас посмотрю, правильно скажу, день недели, то у нас получается вторник. Хороший день недели выбрали бы, да. — Ну, сейчас все уезжают очень яро на даче, и я выпуска по четвергам пятницам, поэтому гораздо лучше играть по вторникам. — Бессмысленно, да. — Вот и мы решили, что пятница до конца, так сказать, лета, ну, куда? Люди все равно по дачам катаются. Значит, вторник, 16 июня, 16 тонн, 9 вечера. Этот чудный коллектив будет давать замечательный концерт. Я думаю, что в этом концерте будет все, и кавера будут, да, и... — Будут и кавера, и электронная музыка, и чел-рок, то есть виолончельный рок. Да, и у нас еще будет один замечательный гость, даже два, на самом деле, один виолончелист, который с нами сыграет парочку треков, и очень хороший пианист и клавишник группы 7B. — Как-то так. — Мы тут с ним репетировали, так круто получается. — Ну, так там пальцы какие. — Он прям вообще, да. — Там пальцы какие. Очень здорово, и очень хорошо, что эта музыка востребована. Я, например, дико рад этому. Правда, очень рад. Очень хотелось бы, чтобы аудитория российская, украинская, белорусская, ну, в общем, славяне, братья, умнела, и признавала, и принимала музыку, какая она есть, а не искала какие-то потаенные смыслы, сакральные тексты. Это бывает отвратительно, на самом деле, когда текст вроде бы есть, а его как-то и нет. Но зато про березки, вот зато душа рвет. Вот то, что вы сейчас будете играть, сколько по хронометражу? Мне просто важно, чтобы понять, закончим мы музыкой час, или нам нужно будет... — А сколько у нас есть? — У нас-то, ты скажи, сколько она по продолжительности? — Я думаю, что это очень... Минута три, наверное, максимум. Это коротенькая песня. — Да, ровно три. — Три. Ну, тогда еще потолкуем. Тогда еще поговорим. Значит, где-то тут было отмеченное... Да-да-да, было отмеченное сообщение, которое я хотел зачитать. Вот. И я его, кажется, потерял. Во! Илья Тняньков спрашивает. Спросите, Иришу будет ли она участвовать в акустическом концерте DVD группы «Луна» с оркестром? — Нет, с оркестрами я не играю. — То есть ты конкуренции не терпишь, я понимаю? — Нет. — Принципиально? — Принципиально достаточно. — Ну, почему? — Ну, слишком многим придется сломать мячок. — Да. — Ну, то есть, действительно, настолько для тебя это... — Ну, действительно, да, я... — Ты солистка. — Да, я не люблю играть в каких-то квартетах. — Сказала она. — Ну, слушай, круто, когда ты выходишь, трясешь башкой, все на тебя смотрят. Это классно. А вот этот вот оркестр, все сидят на стульчиках, скучно, нотки. — Вот это вот оркестр. — Ну, понятно. То есть приходится терпеть, даже Орлову приходится терпеть, ради того, чтобы на тебя все-таки посмотрели. Я понимаю. Я понимаю. — Ну, у нас тут собрались, так сказать, почти все виолончелисты этого города. Собственно, с нами будет это играть Женя Федоришин, известный как Ротгар, который тоже играет на электро-виолончели, тоже в куче коллективов. И, в общем... Но у нас не пересекаются у всех эти группы. То есть вот мы с Ирой только пересекались в тут как тут, и с Наташей в мельнице. Да и то это было все в как бы разное время. Мы все живем в своем виолончельном мире. — Я тебе даже больше скажу, мы еще ни разу не совпали на фестивале так, чтобы вот я приехала с какой-то из своих команд на фестиваль, и кто-нибудь из ребят еще такого ни разу не было. Ну вот разве что на шествие, наверное, и то в разные дни. — То есть Весперчеллос еще ни на одном фестивале не играл? — Да. — Вот так. — Надо перефразировать. — Весперчеллос буквально позавчера мы, в общем, сыграли на фестивале. — А говоришь, не пересекались и не пересекались ребятами. — Это когда... Ира имеет в виду, когда приезжают разные наши группы. — Да понятно, я все понимаю. — Ну, чего ты меня сейчас... — А вдруг кому-то там... — А, ты другим объясняешь? — Да. — Ладно, то правильно, хорошо, ладно. Вот еще один вопросик задам. Даша Шаблинская спрашивает. Бывает ли так, что в наших концертах люди плачут или, например, колбасятся? Вот видели ли вы слезы на глазах у ваших зрителей в концертном зале? Или наоборот народ... И давай в присяточку плясай. — Знаешь, мне кажется, обычно я вижу в зале очень умиротворенные и счастливые лица. Наверное, потому что им нравится. — А чего сейчас Орлов-то большой палец показал? Я не понял. — Ты сейчас его лицо... — Правильно сказал. — А, наконец-то. — Нет, почему «наконец-то»? Нам всегда все правильно. — Ты в данном случае просто подтвердил, прям большим пальцем подтвердил, что оно все... Так, все, время подходит, надо петь. Пардон, играть. Извините. Как будет называться произведение, которое прозвучит сейчас в конце этого часа, перед перерывом? — Эта композиция называется «Тоска по Буэнос-Айресу» из цикла «Девять снов Цинцинната». — То есть мы продолжаем. Вы сегодня решили нам как-то большую часть снов продемонстрировать. Я уже понял. Как всегда, живой звук. Напомню об этом на всякий случай. В программе «Живые» здесь сегодня виолончельный рок-квартет «Веспер Челс». Погнали. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»